Доброго времени суток, дамы и господа! Как мы знаем, припатч поделен на две части. На текущий момент идет первая часть, где нам выдали новый интерфейс, новые таланты, и мы сидим, развлекаемся, играем в увлекательную игру. А начиная с 16 ноября начинается вторая фаза припатча, где уже будут драктиры и в целом абсолютно все припатчевские ивенты в виде наступления элементалей на Азерот. Это, конечно, все интересно, это все, конечно, круто, но до 16 ноября еще целых две с половиной недели. У многих людей оплачена подписка на текущее время и нужно же чем-то занять себя. В этом видео немножечко поговорим, повысасываем контент из пальца текущего припатча. Как уже было сказано ранее, в первой фазе припатча нам дали новый интерфейс. Само собой, нужно его настроить, потому что в тот момент, когда мы заходим в игру, интерфейс очень стандартный и, конечно, его хочется кастомизировать и настроить под себя. Займитесь этим. Покрутите панельки, установите какие-то аддоны, которые вам нужны, пообновляйте их, какие-то удалите. В целом, настроите свой интерфейс так, как удобно именно вам. Таланты, ветка талантов. Слева у нас находятся наши классовые таланты, справа находятся таланты, которые относятся к нашей специализации. Я не вижу смысла строить на текущий момент какие-то билды, потому что что-то привязано к медиумам, что-то там к проводничкам, еще ковенантские кнопки у нас все же работают. То есть, кто-то с какими-то там билдами, с какими-то ковенантскими кнопками, легендарками будет в одном билде играть, не имея их на 70-м уровне, билды уже просто-напросто перестроятся. Касательно талантов, просто-напросто посоветую вам глянуть, что и где находится. То есть, что, при каких ситуациях может использоваться, чтобы у вас было хотя бы примерное понимание тех талантов, которые у вас имеются на текущий момент. Я не думаю, что к моменту релиза Dragonflight'а или там ко второй фазе припатча будут какие-то огромные изменения в талантах в плане их там перемещения. Быть может, да, где-то урежут какие-то проценты, где-то наоборот их поднимут, но то, как скорее всего строятся билды, они так и будут строиться, ну, наверное, вечно. В общем, изучите свои таланты. Коллекционирование. И в этот заголовок входит абсолютно всё, что есть в вове. Ачивки, маунты, игрушки, питомцы, трансмог. Если вам на текущий момент вообще прям нечем заняться, позанимайтесь коллекционированием, поделайте какие-нибудь достижения. Как вариант, очень много новых достижений добавлено, но это, конечно, достижения, которые уже будут доступны в самом Dragonflight'е. Сейчас их просто-напросто не сделать. Пособирайте питомцев, новые ачивы введены на питомцев, но даже, когда стартанет Dragonflight, максимальное там количество питомцев будет 1600 с копейками, то есть 2000 питомцев, как сделать, непонятно. Ну, это ачив на будущее, по факту. Пособирайте маунтов. Вот я сейчас сижу на маунте, потусторонний издовой, выдрик, он даётся за 500. Если он вам интересен, то пособирайте, поколлекционируйте маунтов. Пособирайте игрушки. Была введена новая ачивочка на 500 игрушек. Дают мурл очки, юзнув их, все вокруг становятся мурлоками. Довольно-таки интересно. В общем-то, коллекционирование — это неплохой способ отвлечься от привычного темпа игры. Gold Farm. Золотишко, конечно же, нужно. И на текущий момент имеются ещё даже старые способы для фарма. Они работают. В сентябре я делал видосик, рассказывая о всех способах фарма. Поэтому оставлю ссылочку в описании на это видео. Рекомендую глянуть. Иметь в наличии одного прокачанного мейна, одетого, на котором всё имеется, это, конечно, круто. Я не спорю. Но, как мы знаем, для того, чтобы лутать маунтов более чаще, делать на них дополнительные пытки, чтобы там продропать какие-то игрушки, ещё всякими делами заниматься, нужны твинки. Само собой, твинков качать на текущий момент это довольно-таки неплохое занятие, потому что до сих пор работает бонус на увеличение опыта на 50%. Займитесь этим. Прокачка довольно-таки лёгкая. Я прокачал себе союзные расы на ачивочке, то есть с 10 по 50 уровень. И у меня это заняло где-то 5,5-6 часов. Да, можно было бы ещё быстрее, но в целом я особо никуда не торопился и считаю это время довольно-таки неплохо проведённым. Займитесь твинками, покачайте их, если у вас их к тому же мало. Разумеется, если вы планируете в будущем играть на этих альтернативных персонажах, то их нужно немножко приодеть, потому что стартовать в контент Dragonflight, в каком-нибудь там 150-ом гире, 160-ом, это ужас, это просто ужас. Само собой, в тот момент, когда припатч стартанёт полностью, стартанут все эти припатчевские ивенты, там можно будет довольно-таки легко одеться, будет введена валюта, за которую можно будет покупать шмоточки. Вот, если вы в этом заинтересованы, то не прозевайте этот момент. На этом список моих пунктов заканчивается. Если вы занимаетесь какими-то другими интересными вещами, то дайте знать об этом в комментариях, быть может, я займусь этим. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!